В музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева открылась выставка «Николай Муравьев-Амурский. Путь губернатора». Она приурочена к 85-летию образования Приморского края и 165-летию со дня подписания Айгунского договора, закрепившего за Россией приамурские земли. Открывая выставку, руководитель музея Виктор Шалай отметил, что эта экспозиция стала составной частью трилогии, посвященной исследованию Дальнего Востока и Сибири. «Таким шагом и таким выставочным шагом мы напоминаем всем и себе в первую очередь, что история – это не пространство безымянное. История – это люди, совершенно конкретные поступки, помыслы и результаты». Губернатор Олег Кожемяка назвал открытие выставки значимым событиям для культуры и истории Приморского края и новой страницей в познании Николая Муравьёва-Амурского. Особенно актуальное и примечательное мероприятие в год юбилея региона. «Без имени великого исследователя, великого администратора для Дальнего Востока Николая Николаевича Муравьёва-Амурского нельзя рассматривать ни историю нашего региона, ни историю Дальнего Востока. Сам по себе, конечно, это человек был такой самобытный, с характером, человек, который интересы государства ставил превыше всего». Экспозиция рассказывает о жизненном пути талантливого государственного деятеля. Здесь представлены уникальные экспонаты. Среди них – карта западного берега Японского моря от залива Владимира до залива Америки XIX века, а также нагрудный серебряный памятный знак в честь 50-летия заключения Айгунского договора.